Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня на наши вопросы будет отвечать научный сотрудник Института сравнительного, публичного и международного права имени Макса Планка, доктор права Матиас Хартвик. Матиас, доброе утро! Доброе утро! Так как в России брачные контракты не очень распространены, ну то есть как бы будущие супруги, ну может быть стесняются обсуждать эту тему, может быть по каким-то другим этическим принципам стараются не заключать подобные договоры. А вот я знаю, что в европейских странах это популярно. Точно я вам не могу вам сказать, но я сказал бы, что меньше 20% заключают такие контракты и прочие контракты. Вообще исключительно в ситуации, когда у одной из супругов есть имущество, предприятие и так далее, чтобы защищать с одной стороны это предприятие, с другой стороны, конечно, тоже супруга, потому что если, когда есть либо коротство, если совместное имущество, тогда, конечно, это будет тоже опасность для супруга. Ну просто вот не знаю, как в европейских странах, но в России участились количество разводов и нередко случаются такие ситуации, когда идет раздел имущества и может быть, как вы считаете, все-таки следует ввести как обязательное условие брачные контракты? Ну, у нас, конечно, тоже уровень расходов это очень-очень высокий, значит, в Германии приблизительно 35-40% всех браков. Какая ситуация тогда по закону, это значит, что есть разделение, значит, имущество, как у каждого супруга, остается у супруга. То есть имущество, кто он или она имел в начале брака. И потом все другие вещи, заплаты и тоже прибыль, это совместное имущество и ситуация расхода есть половина-половина. А в Германии распространены брачные контракты, брачный договор? Я, как я вам сказал, я сказал бы, меньше 20% браков имеют такой контракт. Еще раз, если есть предприятие, если есть имущество, быть может, что тоже есть старшие люди, у которых уже имущество есть, быть может, тогда есть такой контракт. Но молодые люди вообще, я не имею такой контракт, и мои соседи, брати тоже нет, мои друзья, я не знаю никого, у которых заключили такой контракт. Ну вот, если все-таки молодые будущие супруги решили заключить брачный контракт или до свадьбы, или уже после свадьбы, а на какие моменты нужно обратить внимание и какие подводные камни существуют? Это, конечно, в первую очередь, это, конечно, вопрос имущества и разделения денег. Это, конечно, самое важное. И одно только настоящее денег, это тоже, конечно, право пенсии. Есть, это тоже, конечно, по закону, но лучше, можно, конечно, тоже определить это тоже в контракте. Это, возможно, и второй вопрос, это, конечно, тоже ответственность от детей. Это у нас в Германии, это же в большинстве европейских стран, таким образом, что есть разделение ответственности. Если они считают, что лучше будет, если только мат или только отец имеет такую ответственность, тогда лучше написать это в контракте. В Америке, например, в брачном контракте предусматривается практически все. И бывают ли вообще, может быть, слышали, читали абсурдные требования каких-то супругов, там, не знаю, там, жена обязана, ну, не знаю, каждый день убирать в квартире, готовить борщ, там, что-то такое. Есть это, это, в принципе, вы можете написать все в контракте, например, по поводу детей, вы говорите, что мы ждем еще 5 лет, и после 5 лет должно быть, и так далее. Это возможно тоже написать, но только невозможно тревать это перед судом. Это невозможно, тогда, значит, это только на бумаге. Это, значит, потому что говорят, что это личные вопросы, которым невозможно заключить в контракте. То есть, как бы, если ты нарушил условия этого договора, если ты не приготовил борщ вовремя, это только на личных обсуждениях. Ну, и, наверное, такой у меня будет к вам вопрос, чтобы вы посоветовали, ну, даже не вопрос, а вот, чтобы вы посоветовали россиянам все-таки, ну, включаться в эту практику или нет, или все-таки доверять друг другу, и как-то, вот, может быть. На основе, к сожалению, я не знаю защиту на базе закона здесь в России. Если есть достаточная защита, я бы сказал, если тот же самый результат, без контракта, я бы сказал, лучше без контракта. Но если закон еще недостаточно развивать, в смысле, что после расхода жена или муж, они остаются без защиты с точки зрения экономики, с точки зрения связи с детьми, тогда, конечно, лучше заключить такой контракт. Ну, все, спасибо большое вам за ответ, и было очень приятно с вами пообщаться. Очень приятно тоже для меня. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня со мной беседовал научный сотрудник Института сравнительного публичного и международного права имени Макса Планка, доктор права Матиас Хартвик.